Здравствуйте! Это информационный выпуск сегодня в студии Георгий Плиев. И вот о чем мы сегодня расскажем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решение еще одного социально значимого вопроса. Благоустройство дороги Монастыр Заккор. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инвестиционная программа этого года должна быть выполнена в срок. Главный посыл сегодняшнего совещания специального штаба под руководством президента Анатолия Бибилова. Руководители подрядных организаций отчитались о своей работе на всех объектах инвест-программы. Работы идут полным ходом. Подробности у Яны Плиевой. Анатолий Бибилов провел очередное совещание по вопросам реализации инвестиционной программы. На сегодняшний день Министерством строительства профинансировано около 36% строительных работ. Главный вопрос вынесены на повестку ускорения процесса строительства. Общая сумма выполненных работ на сегодняшний день составляет свыше 15 миллионов. 33,5. То есть из 1,5 млрд. 501 млн. профинансировано на Министерство с учетом того, что я сказала. И таким образом за минусом из 2 млрд. остается 1,3 млрд. До конца года те суммы, которые подлежат освоению в рамках тех денег, которые у нас на инвестиционной программы есть. Вот такая ситуация. Строительство Ванатского водозаборного сооружения проходит в запланированном графике. 600 метров сделано за одну неделю. Но объем работ в большей степени зависит от состояния грунта и рельефа. У них завезены трубы, у них завезены перфорированные трубы, у них завезены колодцы. Но вы их не можете? Вы не можете их, пока они не будут пусаны? На среднем рейте уже рост 6 с лишним километров, общая протяженность керкома на горой, дренажные трубы. Уже мы на рейте 300 дефолдарные ворты. Три городские улицы готовы к асфальтированию. Уже сейчас установлена бордюрная окантовка. Кроме этого, к асфальтированию готовятся еще пять улиц. Для наращивания работ, это касается всех, значит, я бы вас просил работать на опережение. То есть, работы, которые могут выполняться параллельно с теми работами, которые вы сегодня выполняете. Как пример, привел по третьей школе, там встроят, но уже проводку делают. Делают не мешают. Вы подумайте, как можно ускорить работы, начав те работы, которые, скажем так, не будут мешать тем работам, которые вы сегодня выполняете. Считаю, что безвыходных положений не бывает. И возможности для того, чтобы нарастить объемы работ у каждого из вас есть. Речь шла и о сдаче в эксплуатацию гостиницы «Ирестон». В середине недели планируется приезд архитекторов из Северной Осетии для завершения отделочных работ. На данный момент там проводят программное обеспечение. Ближе к концу месяца планируется торжественное открытие. Чтобы они все еще посмотрели и уже точно наставляли свое число на запуск. Обследуем, заезжаем. Хорошо. Это пухня и все. Это пусконаладка, программное обеспечение. Программная пусконаладка, оборудование уже сделано в основном. Хорошо. Ну, в готовности к 20-му или к 25-му, чтобы было. 20-й, 25-й. Инвестиционная программа должна быть освоена в срок. Глава республики дал поручение Министерству строительства заново обойти строящиеся объекты в республике и ввести корректировки по срокам строительства. Яна Плеева, Альдина Чихоева, Тамерлан Гусраев. Информационный выпуск сегодня. В Юго-Осетинском государственном университете имени Александра Тибелова прошла торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года. Студентов с началом учебного сезона поздравили представители руководства Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибеловым, профессорско-преподавательский состав вуза и представители общественности. Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах бесланской трагедии, сотрудниках ЮГУ, которых не стало за последний год, а также в память о трагическом погибшем Инале Джабиве. Вектор вуза Вадим Тедеев поздравил студентов с началом учебного года, поблагодарил первокурсников за то, что они выбрали йогу. А профессорско-преподавательский состав сделает все возможное, чтобы студенты получили достойное высшее образование. Рад приветствовать вас, наши дорогие студенты. Рад приветствовать сотрудников Югостинского государственного университета. Всех нас с праздником, с началом нового учебного года. Рад приветствовать сотрудников Югостинского государственного университета. Искусственной речью к студентам обратился и глава государства Анатолий Бибилов. Высшее учебное заведение – это основа будущего нашей республики. Могу с уверенностью заявить, что вы здесь получите достойные знания и навыки, отметил в своей речи Анатолий Бибилов. Сегодня все делается для того, чтобы у вас, уважаемые студенты, были возможности, чтобы у вас было стремление, чтобы у вас было желание учиться. И я думаю, что и дальше мы все будем делать для того, чтобы наращивать эти возможности. Ректоратом университета делается все для этого. В Югостинский государственный университет в этом году поступило 862 абитуриента. Набор студентов осуществлялся по 13 специальностям. Елена Газаева, Регина Черткоева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Дети с особенностями развития уже долгое время под пристальным наблюдением высококлассных специалистов Центра нейрокоррекции «Прогноз». В Центре наблюдаются маленькие пациенты с различными заболеваниями психоневрологического спектра. О том, как проходит курс лечения и какова положительная динамика терапии в материале Стеллы Бязровой. Скажи «папа». Хорошо. Скажи «та-та». Да-да. Ой, как это. Центр нейрокоррекции «Прогноз» начал принимать первых пациентов. Сюда приводят детей с различными психоневрологическими заболеваниями, такими как аутизм, умственная отсталость, задержка речевого развития, плохая обучаемость. По словам врачей, как оказалось, таких детей в Республике немало. Идея создания Центра возникла давно, так как это очень актуальная проблема. Очень много детей у нас и в Республике, и вообще вне Республики, по всей России с задержками нервно-психического развития, с нарушениями нервно-психического развития. Очень много детей среди знакомых. Также я сама являлась мамой неговорящего ребенка. И я считаю, что это очень актуально. Это очень современные методы коррекции, нарушения нервно-психического развития. Врачи используют различные методы лечения. Один из них – томатис. Он хорошо зарекомендовал себя во всем мире при работе с аутистами, с детьми, которые имеют речевые дефекты или же вовсе не разговаривают. Аппарат на мате считается одним из самых эффективных в лечении детей и взрослых с речевыми дефектами и нарушениями нервно-психологического развития. На сегодняшний день в Центре нейрокоррекции проходит лечение около 40 детей и взрослых. Одним из первых пациентов Центра нейрокоррекции стал сын Лали Тедеевой. В свои 7 лет он выговаривал только несколько слов. По словам Тедеевой, они проходят уже второй курс лечения. И результат не заставил себя ждать. У 8-летнего Давида аутистическое расстройство. По словам матери Дзраса Хугаевой, они собирались уехать на лечение в Санкт-Петербург. Однако узнав о том, что в Южной Осетии открылся Центр нейрокоррекции, решила пройти лечение здесь. Санкт-Петербург. С детьми работают дефектологи, логопеды, специальные коррекционные педагоги. Каждому ребенку они подбирают индивидуальную программу лечения. Чтобы работать логопедом, это очень такая трудоемкая работа. Это надо любить детей, чтобы дети ее приняли, чтобы они к ней приблизились, чтобы они вошли с ней в контакт, чтобы она могла с ними общаться. И они должны ее обязательно полюбить. Дети, они особенные. И вот как-то надо к ним подходить близко. Даже когда у ребенка нет этого звука, ты не должна звучать. Вот ты вот это должен сказать. Нет, ты должна это как-то играючи, как-то плавно, как-то вот подойти. Вот уметь надо подход подбирать к детям. По словам врачей, эта работа требует прежде всего терпения. Ведь каждому ребенку нужен индивидуальный подход. С наступлением осени закрылся сезон ловли радужной форели. Глава Комитета экологии и природных ресурсов Балаби Ставт обратился к любителям рыбалки. Не отлавливать форель до особого разрешения. Браконьерам же грозит штраф. Глава Комитета экология Постепенное разрешение целого цикла остро-социальных проблем. Сегодня расскажем о благоустройстве дороги монастыр Закур. Дорога в последний раз ремонтировалась аж 7 лет назад. И за это время пришла в удручающее состояние. Как теперь обстоят дела, расскажет Анжела Кукоева. В Южной Осетии ремонтируют дороги в высокогорные села. Коммунальщики Ленингорского района почти два месяца благоустраивают дорогу монастыр Закур. В последний раз ремонтные работы там проводились 7 лет назад. По дороге невозможно было ни пройти, ни проехать, особенно в дождливую погоду. За решением проблемы сельчане обращались в профильные ведомства. Однако многолетняя проблема решается только сейчас. По словам начальника ЖКХ администрации Ленингорского района Василия Хугаева, дорога в последний раз ремонтировалась в 2013 году. Коммунальщики расширяют дорогу, выравнивают и проводят обсыпку шепнем. Устанавливают водосточные трубы, чтобы дождевая вода не размывала грунт. Семь лет назад. Если погодные условия позволят, уже через две недели жители сел Монастыр и Диньогар будут ездить в районный центр по благоустроенной дороге. Анжела Кукоева, Айда Кочева, Зарима Ассоева. Информационный выпуск сегодня. В связи со сложившейся общественно-политической ситуацией на имя народа Южной Осетии поступают обращения от неравнодушных сограждан. Совет ветеранов республики обратился со следующими словами. Появились силы, которые хотят дестабилизировать спокойную мирную жизнь и обстановку в республике. Отдельные политики для реализации своих политических амбиций хотят использовать сложившуюся обстановку, не думая о последствиях и о своей ответственности перед своим народом и отечеством. Мы, ветераны разных категорий, как и жители нашей республики, хорошо помним все трудности, прожитые в 90-е годы. Помним, что нам устроили наши южные соседи, которые пошли войной на нашу республику. Лилась кровь наших стариков, женщин и детей. Вспомните, кто защищал с оружием в руках нашу родину. Вспомните тех молодых ребят, которых нет с нами сегодня, которые свою жизнь положили на алтарь победоносной войны. Нам, как старшему поколению, тревожно за нашу молодежь, которая в силу своей неопытности может совершить непредвиденное в такой тревожной хаотичной обстановке. Поэтому мы обращаемся к ним в первую очередь. Будьте благоразумны, умейте сдерживать свои амбиции, думайте о мире и спокойствии в нашей республике. А тем силам, которые хотят дестабилизировать спокойную мирную жизнь наших граждан, давать достойный отпор. Хватит слезы крови. Мы призываем всех граждан нашей республики к спокойствию и благоразумию. Это наша ответственность и обязанность. Озабоченность в связи с происходящими в республике событиями выразила и председатель Республиканской общественной организации памяти надежда Лидия Кудзиева. Мы глубоко оскорбим вместе с семьей трагически погибшего Инала Джабиева и разделяем справедливое возмущение всего общества по поводу жестокого преступления, совершенного некоторыми представителями правоохранительных органов, опозоривших не только честь мундира, но и всю Южную Осетию. Вместе с тем убеждены, что президент Республики Анатолий Бебелов приложит все усилия, чтобы восстановить справедливость и покарать виновных в этом преступлении. Раскол и противостояние не тот путь, который может привести нас к миру и справедливости. Единственный выход в сложившейся ситуации – сплотиться вокруг президента и вместе добиться торжества законности. В противном случае мы можем потерять наше государство, ради независимости которого было принесено столько жертв. «Я рисую победу» в конкурсе под таким названием приняли участие городские районы школы. Организатором мероприятия является Российский центр науки и культуры в Южной Осетии. Голосование за лучшие работы проходило в онлайн-режиме. Итоги конкурса в своем репортаже озвучит Алена Утаева. В Цхинвале наградили победителей конкурса «Я рисую победу» работы Анны Гаевой, Миланы Тасоевой и Азаты Деевой признаны лучшими. Главный приз конкурса получила ученица лицея искусств имени Аксо Кольева Алена Бекоева. Сегодня они получили памятные подарки. Гаева Анна есть у нас? Да. Да. Обладателями призов от информационного агентства «Спутник Южной Осетии» за творческое осмысление темы и нестандартное журналистское решение конкурсного задания стали Рауль Габьев и Анна Мария Поростаева. Помимо этого все участники конкурса получили памятные подарки. Победителей и участников конкурса поздравил руководитель Центра науки и культуры Сергей Скворцов. Хочу поблагодарить всех участников, всех мам и пап, всех учителей. И вот то, что вот такие у нас сегодня яркие работы в разных направлениях, художественные, это говорит о том, что здесь, в Южной Осетии, помнят и чтят память героев той Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия учащиеся пятой школы презентовали свои исследования, где они подробно рассказали о подвигах наших соотечественников, героях, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Это все на сегодня. Всего доброго. До свидания.